Пальчик 190 лет назад, 12 марта 1832 года, на премьере балета Сильфида в Королевской Академии Музыки и Танца в Париже любители балета впервые увидели платье под названием «Пальчик». Ах, кто же из нас не мечтал стать балериной, глядя, как кружатся эти беленькие, хрупкие девочки по сцене. Героиня австрийской писательницы Хельги Банш Мими, маленькая серая мышка, тоже мечтала стать балериной. И у нее это получилось. А как? Да, сейчас узнаете. Мышка Мими с раннего детства мечтала о сцене. «Как бы мне хотелось выступать в театре!» – вздыхала она. Но все говорят, что для этого нужно иметь талант. Мими не знала, есть у нее талант или нет. Она не умела ни петь, ни танцевать. Но мечта о театре уже полностью завладела ее мыслями. Как же быть? А что, если спросить советов у мудрого и старого крота Эрика? Крот внимательно выслушал Мими. «Я думаю, сначала тебе следует выучиться пению и танцам!» – сказал он. «Почему бы тебе не обратиться к лягушонку Фроги?» «Он лучший танцор, которого я знаю!» «Спасибо за совет, дорогой Эрик!» – обрадовалась мышка. «Я сейчас же отправлюсь к Фроги!» Фроги действительно был великолепным танцором. Он показал Мими, как исполнять пируэт. Мышка следила за ним во все голоса. «Ох, боюсь, я не смогу прыгать так же высоко, как ты!» – вздохнула она. «А это не так уж и важно!» – успокоил ее танцор. «Прежде всего балерина должна быть грациозной, поэтому давай репетироваться!» Мими была очень усердной ученицей, и учитель танцев остался ей доволен. «А теперь я хочу научиться петь!» – заявила мышка. «Тогда тебе лучше всего отправиться в Дроздихе Амели!» – посоветовал Фроги. «Она поставит тебе голос!» Дроздиха слала лучшей певице в округе и знала толк в пении. Она заставила Мими петь бесконечные гаммы. «Когда поешь, всегда думай о чем-нибудь красивом!» – наставляла она мышку. «Это сделает твой голос более чистым и глубоким!» Мими упражнялась без устали, пока не охрипла. Однако строгая Амели похвалила свою ученицу и напоила ее теплым молоком с медом. «Ах, теперь я умею петь и танцевать!» – подумала мышка. «Но настало время позаботиться о концертном костюме!» «Пожалуй, пора навестить гуся Джерри!» Джерри был выдающимся портным и хорошо знал свое ремесло. В его костюмах элегантно выглядели даже неуклюжий медведь и толстый слон. «Пожалуйста, помоги мне!» – попросила Мими. «Я так хочу выступать на сцене!» «О, я сделаю тебе лучший концертный костюм!» «Пообещал Джерри и сдержал слово!» «Вскоре Мими уже примеряла платье из мягких бархатистых перьев!» «Ах, в таком наряде она будет настоящей красавицей!» С платьем под мышкой довольная Мими отправилась домой. И тут ей на глазах попалось объявление. «Требуется балерина в мышиную балетную труппу!» «Нужно уметь петь!» «Прослушивание в воскресенье в девять утра в городском театре!» Сердце Мими отчаянно заколотилось. «Ох, это мой шанс!» – воскликнула мышка. «И воскресенье уже завтра!» Мими была очень взволнована. Она еще раз примерила концертное платье. Затем сделала сто сорок перуэтов, а потом целых три часа пела гаммы. Когда она закончила, на дворе было уже совсем-совсем темно. Уставшая мышка тщательно упаковала платье в чемодан, завела будильник и без сил упала в постель. Всю ночь ей снились тревожные сны. На следующее утро Мими так волновалась, что даже заблудилась и потеряла дорогу к автобусу. «Ах, все идет не так!» – воскликнула она. Она села на чемодан и горько заплакала. Но на ее счастье мимо проезжал хорек Вилли. Этот спортсмен-гонщик хорошо знал дорогу и быстро доставил Мими к автобусной остановке. Мими поблагодарила велосипедиста и даже воспряла духом. Но тут оказалось, что автобус уже ушел. «Ах, неужели я никогда не стану балериной?» – безнадежно вздохнула Мими, и ее глаза наполнились слезами. «Воздушные шары! Прекрасные воздушные шары!» – вдруг закричал кто-то у нее за спиной. Мишка обернулась и увидела крокодила, который торговал разноцветными шарами. «Почему ты плачешь?» – поинтересовался он. «Я опоздала на автобус и теперь не попаду в театр на прослушивание!» – вздохнула Мими. «Еще не все потеряно!» – ободрил ее веселый продавец. «Еще не все потеряно!» – ободрил ее веселый продавец. «Вот, держи-ка!» – и он протянул мышке воздушный шар. Бесстрашная Мими ухватилась за веревочку и полетела. К счастью, ветер дул в сторону театра, и она успела вовремя. Стоя за кулисами, Мими так волновалась, что у нее дрожали коленки. Наконец, из громкоговорителей раздался строгий голос. «Мыши, пройдите на сцену! Директор театра хочет посмотреть, что вы умеете!» Мими впервые вышла на подмостки. «Тебе не обязательно прыгать высоко! Просто будь грациозной! Когда поешь, всегда думай о чем-нибудь красивом!» Вспомнила она советы своих учителей. Мышка глубоко вздохнула и начала. Когда выступление Мими закончилось, директор сказал. «Хм! Неплохо для первого раза! Мы берем тебя в труппу!» И вот наступил день премьеры. Мими очень волновалась перед своим выступлением. «Наконец, зазвучала музыка!» Юная балерина, сделав глубокий вдох, выбежала на сцену и упала. Зал затих. «Ах, это провал!» «Я все испортила!» «Сейчас зрители начнут свистеть!» Ужаснулась Мими. Она уже хотела убежать за кулисы, но тут увидела в первом ряду своих друзей. Эрик, Фроги, Амели, Джерри и Вилли. Все они помогали Мими стать артисткой. И сегодня пришли поддержать ее. Нет, Мими не могла уйти со сцены и обмануть их надеждой. Она поднялась и продолжила выступление. А когда занавес опустился, раздались громкие аплодисменты. Мими была счастлива. После спектакля друзья ждали балерину возле театра. Они принялись наперебой поздравлять Мышку с успехом. «Молодец!» Похвалил ее Крот. «Твоя мечта сбылась, потому что ты упорно шла к своей цели!» «Нет», — ответила Мими. «Без вас ничего бы не вышло, и я поняла. Мечта обязательно сбудется, если тебе помогают». Желаю вам таких же хороших, верных друзей, какие были у Мышки Мими. Продолжение следует... Продолжение следует...